Светлана Никишина сегодня на скамье подсудимых. В ее правление в ДНТ имени Тимирязева на Верхней Березовке установили скважину. На это получили полмиллиона рублей из бюджета в качестве субсидии. Еще два месяца назад обвиняемая утверждала, что все в норме. Субсидия оплачивалась 50%. То есть мы миллион заплатили за скважину, а помощь получили 500 тысяч. Все, 50%. И все было потрачено на нужды сада. Тогда члены дачного товарищества и нынешнее руководство не поверили экс-председателю. Считают, что деньги исчезли в неизвестном направлении. Эта скважина явно не на миллион. Это просто видно. Вот видите, вот сюда это водокачка называется. Это не скважина. Потому что, чтобы подавать воду, это нужно как бы это. И глубина должна быть больше, и мощность двигателя большая, и емкости должны быть какие-то. Я считаю, что умышленно завышена стоимость договора. Договор подделан. И этот поддельный договор с поддельными расходными приходными кассовыми ордерами был подан в Министерство сельского хозяйства для получения субсидии. Деньги были получены на расчетный счет по этим документам и, собственно говоря, выведены для обналичивания. Спустя два месяца в суде обвиняемая стала вести себя более нагло и грубить журналистам. Не надо, я ничего говорить не буду. Подстаньте. Также молча она выслушала приговор, признана виновной в хищении и легализации бюджетных средств. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить наказание Никишиной Светлане Георгиевне в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности. Срок условный, но районным судом завершено только уголовное дело. Теперь займутся взысканием денег. Бюджет Республики Бурятия в лице Министерства сельского хозяйства будет подавать уже гражданский иск на взыскание всей суммы вот этого, этой субсидии в размере 533 тысячи уже теперь непосредственно к председателю, бывшему председателю ДНТ имени Тимирязева, к Никишиной. И как она будет выплачивать, я, конечно, не знаю. Теперь в планах ДНТ имени Тимирязева достроить заполучную скважину и чтобы в домах и на участках появилось нормальное водоснабжение, а не из ручья, как сейчас. С одном Ирденеев, Ирдем Гармаев, телекомпания АТВ.